Уважаемые товарищи, сегодня я повторю еще раз свой доклад, который был озвучен. Доклад по работе информационного отдела к расширенному бюро местного отделения КПРФ Николаевского района. Тема доклада коротко о результатах работы информационного отдела. Доклад. Краткость. Сестра таланта. Талант. Брат успеха. Эммануил Кант. Это для коротенькой разрядки. И результатом работы с информацией за период 2023 года впечатлил многих наших товарищей. В интернете запущены две полноценные площадки, которые позволяют оперативно доносить любую, ну а в первую очередь необходимую партию информации. Площадки активно развиваются. Основной, видимой на сегодня целью развития информационных площадок, является проект Николаевское телевидение. Форум для этого множество. В конце ноября 2023 года в фазу захвата общественного внимания активно вступил местный предприниматель. Он является достаточно значимой фигурой, хотя многие этого не видят. Между тем, он активный проводник между дестабилизирующими государственность, легализовавшимися наследием прошлого века и властью сегодняшней. Как бы она здесь ни углядела. Информационный ресурс это та основа, которая вывезет на себе, сознательно используя это сленговое слово, любое направление, любое движение, любую партию. Кто понимает это, тот и управляет. В настоящее время процесс вывода уже работающих площадок на проект телевидения Николаевск обсчитан денежным выражением. В 2021 году об этом было доложено первому секретарю ККО КПРФ во время его осеннего визита в Николаевск-на-Амуре со своей избирательной кампанией. В 2022 году во время осеннего визита в Николаевск-на-Амуре с депутатом еще Государственной Думы от фракции КПРФ товарищем Корниенко и нашего первого секретаря ККО КПРФ, получившего тогда уже статус полномочного президента Российской Федерации по Хабаровскому краю по правам ребенка, Петр Владимирович получил на руки проект «Вектор цели развития КПРФ Николаевского района». Через полгода по интернету Петру Владимировичу был передан для рассмотрения на бюро ККО КПРФ проект «Рупор окна-2023». Этот проект представлял тогда собой уже работающую модель на 50% информационной площадки, актуализированную в социальной сети «Одноклассники». Этот проект четко укладывался в заявленные задачи в программе «Вектор цели Николаевского отделения КПРФ». Затем из рук в руки при личном визите Романа Зайцева в Хабаровск проект «Рупор окна-2023» был передан Илье Перевезенцеву 14 сентября 2023 года. Тогда же была запущена и уже тестировалась на валидность вторая информационная площадка, которая разворачивалась уже не в социальных сетях, а разворачивалась уже в варианте мессенджеров. Результатом работы этих ресурсов можно увидеть, посмотрев результаты выборов. И это несмотря на то, что Кобра, будет ссылочка, нам всячески мешала. И кроме этого было еще много факторов, которые здесь как бы не указываются, а будут указываться конкретно уже непосредственно на пленуме. Какой пример можно привести в плюсы и минусы наличия или отсутствия информационного ресурса? Вспомните 2020 год. Вспомните эту группу оппозиционеров, ведущей себя по принципу обычной пятой колонны, то есть подлого предательства изнутри. Попытка рейдерского захвата ХКО КПРФ не удалась, что нашло отражение в аналитические записки агитационного отдела ХКО КПРФ о 29 декабря 2020 года. Определенно отделение очень повезло в том, что у предателей не было своего информационного ресурса. Свои информационные площадки они судорожно и неумело создавали на ходу. Жалея денег и времени, они проиграли на информационном уровне. Информационный отдел ХКО КПРФ Николаевского района, еще не имея этого названия, уже тогда получил свое боевое крещение. С чем согласилось бюро, грамоту руководителю отдела от бюро ХКО КПРФ. А если вспомнить стремительный взлет народного губернатора Сергея Ивановича и соотнести, как вовремя включалась видеокамера, когда он распекал чиновников от Единой России, и полумиллиардные годовые отчисления на поддержку СМИ, это информация прессы. Стремительный взлет блогера «Злой дальневосточник» тогда станут понятными истинные корни народного любимца при всех косяках управления. Чем выше подъем, тем больнее падать. Итог известен. 20 лет навязчивого сервиса УФСИН Сергея Ивановичу не хватило денег, а точнее грамотных спецов. А еще точнее денег на грамотных спецов. У государства денег оказалось больше, чем у сталеледейного завода и жадных буржуев. И возможно, слава богу. Нам не надо идти против государственности. Нам необходимо всячески, подчеркиваю, поддерживать государственность о направлениях, дописанных в аналитической записке вектор цели Николаевского отделения. Все направления продвигаются. Уже упоминалось о том, что все наши мероприятия замалчиваются. На уровне руководства партии нас практически за редким исключением не замечают в крае. На уровне администрации Николаевского нас не хотят видеть ни в городе, ни в районе. Поэтому на сегодня две основные первостепенные задачи, как уже отмечалось в нашем внутреннем ватсап-чате, а именно цитирую. Сегодня в век информации главное это умение работать с информацией. Именно поэтому очень-очень коротко резюмирую. Первое. Необходимо нам сегодня понять, что происходит. Второе. Решить, что делать с этим пониманием. Это что касается движения КПРФ в пространстве района. Теперь в целом по работе отдела за 2023 год. Рупор «Окна-2023» дважды направлен на рассмотрение в ККО КПРФ Петру Владимировичу Перевезенцову. Проект резюмируется необходимостью получения минимум одной ставки. Освоены, запущены две информационные площадки. Три заявки на приобретение брендовки и реквизита для проведения мероприятий были поданы в ККО КПРФ в течение 2023 года. Освещение всех наших мероприятий проводилось в свое время на платформах WhatsApp, ОК и YouTube. Движется направление работы с экологией. Осуществляется поддержка направления работы с зоозащитой. Отработка остальных направлений в указанных вектор цели ведется успешно. Ленинский заплыв, его надо было поставить впереди, я им резюмирую, уже третий год себя замечательно проявляет, стимулируя наших пловцов на достижение дополнительных, еще более высоких результатов. Значит, даже есть уверенность в том, что так называемый музей СССР в Амурском Лимане, запущенный в издании редакции Амурского Лимана, возник как следствие ознакомления одним из сотрудников с проектом «Вектор цели». Ну это так, чтобы немного разрядить обстановку. Резюме по работе информационного отдела. Работа выполнялась, выполнена и выполняется успешно. На заявки и проект краевое руководство ответило молчанием. Таким образом, все вышеперечисленное достигнуто абсолютно без финансирования. На общественных началах отдел активно работал в период 2020-2023 года. Демонстрационная версия приложения «Бесплатный работник Культ просвета КПРФ» на этом заканчивается, уважаемые товарищи. Далее работа будет складываться от обстоятельств, которые возникнут в ходе принятых или не принятых нами решений. Информационный блацдарм информационным отделом удерживается, но напирающая и безголовая, к сожалению, молодежь, вынуждает нас более быстро принимать решения или воздержаться от решений, отдать все и отойти в сторону. Рекомендую принять на бюро решение по запросу местного отделения КПРФ Николаевского района. Сопровождение У меня все. Данный доклад прошу приложить к протоколу собрания расширенного бюро местного отделения КПРФ Николаевского района, направить в Хабаровское краевое отделение КПРФ выдержку из протокола собрания расширенного бюро и задержащую запросы финансового сопровождения местного отделения в размере трех ставок, а также приложить заявки на приобретение брендовки и реквизита для мероприятий. Третье. Осуществить в течение трех рабочих дней, максимум до 22 декабря 2023 года, с целью получить ответ от ХКО КПРФ в 2023 году. Ответ необходим для цели, полагания и планирования работы отделения на 2024 год, в начале которого пройдут выборы президента Российской Федерации. Так что понять и решить, что с этим пониманием делать. Руководитель отдела по работе с информацией Зайцев Роман Сергеевич. Спасибо.